Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы смотрите первые видео авторынок. Если вы еще на нас не подписались, рекомендуем это сделать. На канале много полезного и интересного о том, что касается выбора и покупки поддержанных авто, в том числе и обзора в различных форматах. Ну а если интересуют машины в наличии, либо наши вакансии, все это по ссылочкам в описании. Наш сегодняшний обзор посвящен тем, кто ищет для себя новую или максимально свежую машину с бюджетом где-то 2-2,5 миллиона рублей. Сегодня посмотрим один из таких вариантов. Компактный, высокий городской кроссовер с небольшим расходом топлива и, по отзывам, неплохой надежностью. Встречайте, Hyundai Creta второе поколение. Второе поколение Hyundai Creta появилось недавно, в 2020 году. Этот кроссовер был локализован по полному циклу, включая сварку кузовов. На российском рынке машина предлагалась с двумя вариантами моторов. Младший двигатель 1.6 на 123, либо 121 лошадиную силу, если речь шла о машине с полным приводом, и двухлитровый вариант на 149 лошадиных сил. Оба бензиновые и оба атмосферные. Младшие моторы можно было купить как с механикой, так и с автоматом. Для двухлитрового агрегата безальтернативно предлагалось только классическое гидромеханическое КПП. По типу привода машины могли быть передними, либо полноприводными. Наш сегодняшний экземпляр 2021 года выпуска. 1.6 автомат передний. Привод родной пробег этого автомобиля 31 тысяча километров. При первом взгляде со стороны Creta соответствует понятию компактный кроссовер. Длина этого автомобиля 4 метра 30 сантиметров, ширина 1,79 метра, а высота 1,63 метра. Колесная база при этом 2,61 метра. Машина маневренная, радиус разворота 5,3 метра. Снаряженная масса 1380 килограмм, а максимально разрешенная 1730. Что касается толщины лакокрасочного покрытия, то здесь она стандартная для большинства современных машин. Разброс показаний толщиномера для родной краски лежит в диапазоне от 90 до 120-135 микрон максимум. Кузовные панели у этого автомобиля оцинкованы, поэтому в долгосрочной перспективе с коррозией все должно обстоять благополучно в плане ее отсутствия. Обзор внутреннего пространства начнем с багажника. Это далеко не последний фактор при покупке семейного кроссовера, пусть и компактного. Доступ в багажник открывает достаточно широкая крышка, но проем под ней оказывается уже, чем того можно было ожидать. Каталожное значение объема этого багажника 402 литра. Давайте посмотрим, сколько это в линейных размерах. Ширина проема багажника в его средней части это 99 сантиметров. Высота от фальшпола до крыши 73. Длина по полу 84 сантиметра. А ширина в его наиболее узкой части 99. Для перевозки длинных грузов складывайте спинки сидения. Здесь они не образуют абсолютно ровный пол, но по сравнению с AX35 или Sportage третьей генерации это уже действительно прогресс. Наклон есть, но он очень небольшой. Расстояние до пятой двери от передних сидений в этом случае составит 155 сантиметров. А максимально длинный груз, который здесь можно увести, протолкнув его между сидениями и уперев переднюю панель, это 2,5 метра. Что касается каких-то дополнительных удобств в багажнике этого кроссовера, здесь можно упомянуть разве что две небольшие ниши. Левая из которых имеет ремень, позволяющий зафиксировать здесь груз. Плафон освещения на левой стороне, 12-ти вольтовую розетку там же и небольшой крючок, куда можно подвесить пакет. Под фальшполом в данном случае находится запасное колесо в формате докатки и набор штатного инструмента. Ну а теперь про салон. Hyundai Creta это бюджетный автомобиль, соответственно и пластик здесь практически везде жесткий. А вот в том, что касается пространства и посадки, здесь полный порядок. Мой рост 1,86 метра, мне удалось быстро подобрать для себя удобное положение. Стоит отметить, кстати говоря, что подушка сидения здесь довольно длинная. И даже при моей длине ног, нога, бедро ноги не висит в воздухе, зазора между сидением и ногой нет. Это очень даже хорошо. Тем более, что у Creta, по крайней мере в данной комплектации, нет регулировки наклона подушки сидения. Только регулировка по высоте. Что касается диапазона регулировок, то если я отодвигаю до упора назад кресло, я уже практически не дотягиваюсь вытянутым носком ноги до моторного щита. Так что человек с ростом до 1,90-1,95 метра должен чувствовать себя здесь вполне комфортно. Что касается регулировки рулевой колонки, здесь она двухдиапазонная. Есть регулировка и по наклону, и по вылету. И диапазон этот весьма немаленький. Сам руль, несмотря на то, что он полностью пластмассовый, довольно удобной эргономичной формы и при этом не скользкий. Приборная панель смотрится довольно лаконично. Она выполнена в стиле оптитрон. То есть у нас за подтонированным стеклом скрываются физические приборы. Подсвечено все это белым цветом. Глаз не раздражает. Единственное, на что можно попенять, это на оцифровку спидометра, которая могла бы быть чуть покрупнее. По центру большой дисплей бортового компьютера, на который выводится разного рода вспомогательная информация, указатель температуры, стрелочный. Вопросов по читаемости и удобству нет. Что касается разного рода кнопок, в данной версии крета отнюдь не перегружена подобными элементами. Здесь стандартный блок стеклоподъемников на водительской двери. Центральный замок и боковые зеркала, которые даже в базовой комплектации умеют складываться по нажатию кнопки. Слева от руля блок дополнительных клавиш, здесь у нас калибровка датчика давления в шинах, система стабилизации и корректор фар. Подрулевые переключатели здесь стандартные, тянуться к ним не надо. Переключаются они без каких-либо противных пластмассовых щелчков. Кстати, делают это довольно тихо. И у указателя поворотов есть два режима работы. Если вы просто качнули рычаг, поворотник моргает три раза. Если нажать его сильнее, указатель поворота включится на постоянную. Удобно при перестроениях. На руле с левой стороны у нас расположены клавиши управления мультимедийной системой, а справа в данном случае управление дисплеем бортового компьютера, куда вы можете вывести, например, показания спидометра в цифровом виде, а также управлять дополнительными функциями в салоне автомобиля. Мультимедийная система по центру здесь имеет большой экран. Автомобиль оснащен камерой заднего вида изображения, с которой сюда выводится. При включении задней передачи можно подключить по Bluetooth протоколу телефон, либо Android Auto и Apple CarPlay. Что касается блока управления климат-контролем, который здесь реализован, правда, в виде обычной печки с кондиционером, такое ощущение, что делали его по остаточному принципу. На довольно большой пластмассовой площади здесь раскиданы маленькие поворотные рукоятки, управление скоростью вентилятора, температурой и режимами обдува. Однако пользоваться ими удобно, ввиду того, что они тактильно различимы, и управлять всем этим делом можно не отвлекаясь от дороги. Никакого авторежима здесь нет. Здесь же отдельная клавиша включения-выключения подогрева заднего стекла и режима рециркуляции. Ну а сверху аварийка. Благодарить пропустивших здесь можно без всякого напряга. Внизу две 12-вольтовые розетки формата USB и розетка типа прикуриватель, также на 12 вольт. Клавиши подогрева сидений слева и справа от селектора, передние кресла имеют три режима нагрева. И даже в базовой версии с передним приводом у нас есть система контроля скорости на спуске, которая теоретически может пригодиться при штурме бездорожья. Селектор коробки здесь физически, с прямой прорезью. Есть отдельный спортивный режим, позволяющий переключать передачи вручную, и кнопка блокировки. Ну а ручник самый обычный, механический. Что касается полочек, бардачков и подстаканников. Два подстаканника располагаются рядом с рычагом стояночного тормоза. Есть большая полка, куда легко разместится современный мобильник, а то и два перед селектором коробки передач, внутри центрального бокса. Впрочем, не очень большой по объему ящичек. И основной бардачок, куда войдут документы формата А4, причем вполне вероятно их не придется даже складывать. Он довольно объемный, хотя и не такой, как у Nissan Qashqai. Также подобие полочки есть и на передней панели. Правда, в эту выштамповку лучше положить нескользящий коврик, чтобы потом не собирать вылетевшие в окно гаджеты после резкого поворота. А внизу дверной карты есть не очень большие по площади карманы, внутри которых прямо-таки отформованное место под бутылку, либо большой стакан. В плане обзорности у этого кроссовера все в порядке. Причем редкий случай у этой креты – видимый капот. На современных машинах такое встречается не так уж часто. Видны как боковые габариты, так и его передняя кромка. Боковые зеркала здесь по площади довольно большие, вытянуты в сторону и удобно в использовании. А линия остекления не особо высокая. С обзорностью назад выручает камера заднего вида. Давайте посмотрим, как обстоят дела с пространством для задних пассажиров. Что касается пространства на втором ряду, здесь, на удивление, вольготно для такого небольшого паркетника. При том, что спинка не регулируется по наклону, изначально зафиксированный угол весьма удобен, в том числе и для дальних поездок. При моем росте 1,86 м я касаюсь коленями переднего сидения, но не упираюсь в него, сидя сам за собой. А даже если бы и упирался, сидение имеет мягкую тыльную сторону, и дискомфорта это бы не вызвало. Есть пространство под сидениями, куда можно девать ступни. Небольшой тоннель на полу, который не особо препятствует размещению здесь среднего пассажира. Ну а подушка сидения вообще полностью плоская. Единственный момент, здесь не предусмотрено никакой опоры под локти. Посередине нет поддельного подлокотника, а с правой стороны придется довольствоваться жестким пластмассовым подлокотником на дверной карте. Не особо богат этот автомобиль в данной комплектации и на дополнительные удобства для заднего ряда. Небольшая полочка внизу центрального бокса и одна розетка USB для зарядки мобильных устройств. Ну а внизу дверных карт есть кармашек с выштамповкой, куда можно поставить стакан, либо бутылку. Ну а теперь про двигатели. Младшим в линейке является G4FG. Мотор объемом 1,6 литра, который может выдавать либо 123, либо 121 лошадиную силу в зависимости от исполнения автомобиля. Этот двигатель довольно старый, появился он давно и представляет собой модернизированную версию G4FC, который ставился еще на первый Solaris. По сравнению с предшественником, у этой алюминиевой четверки появился дополнительный фазовращатель на выпускном распредвалу, пластиковый впускной коллектор с заслонками изменения геометрии, а также с 2014 года роликовая цепь взамен пластинчатой. Так, в остальном конструкция двигателя особо не изменилась. Здесь все те же четыре индивидуальные катушки зажигания, все так же нет гидрокомпенсаторов, зазоров, клапанов, и все такой же обычный распределенный впрыск топлива без каких-либо заморочек. Этот мотор экономичный, простой и надежный. Он выхаживает спокойно свыше 300-350 тысяч километров. Если проделать этот путь, ему не воспрепятствует разрушившийся каталитический нейтрализатор, который здесь и выполнен в виде кат-коллектора, то есть находится в непосредственной близости от ГБЦ. Так что ездить на сбоящих катушках зажигания и забывать про регламент замены свечей на этих моторах категорически не рекомендуется. Если, конечно, предыдущий владелец уже не удалил каталитический нейтрализатор до вас. Что касается ресурса, например, цепи ГРМ, то на этих двигателях она спокойно служит и под 200 тысяч километров пробега, а в некоторых случаях более того. Со стороны навесного оборудования также никаких особых сюрпризов не бывает. Разве что здесь небольшой ресурс имеет опоры двигателя и громко работают форсунки системы впрыска. К этому цоканью нужно просто привыкнуть. Ничего вы с ним не поделаете. С передним приводом и автоматической коробкой передач такой двигатель разгоняет Крету до 100 километров в час за 11,6 секунды, что в целом приемлемо. И для обычной езды в городском потоке достаточно. Что касается двухлитровых моторов, то на Крету этой генерации устанавливалось две разновидности. Первый был основной, а второй попал только на некоторую часть подобных автомобилей. Первый мотор – это G4NA. Алюминиевая рядная четверка с двумя распредвалами и двумя же фазовращателями. В отличие от мотора 1,6, у двушки есть гидрокомпенсаторы. Регулировать зазоры клапанов на нем не придется. У G4NA самая обычная система распределенного впрыска топлива. И цепной ГРМ. Ресурс цепи порядка 180 тысяч километров пробега. Такой двигатель развивает 149 лошадиных сил. И после 2017 года уже не так сильно страдает от проблемы с задирами, поскольку производитель добавил в конструкцию маслофорсунки для охлаждения поршней. По большему счету, такой двигатель, если и досаждает владельцам, то за счет мелочей. Катушка зажигания, прокладка, сальник запотевания, либо подтек. И в некоторых случаях течь помпы. Также в некоторых случаях выявлялся расход масла на угар. Но, как правило, это касается двигателей с большими пробегами свыше 100-150 тысяч. Вторым вариантом двигателя, здесь, правда, он ставился на относительно небольшое количество второй Креты, является G4NL. Это более современный двигатель, отличающийся от G4NA, в первую очередь, наличием двух форсунок впрыска на каждый цилиндр. Также у него электронно-управляемый термостат, большая степень сжатия по сравнению с предыдущим мотором и другой маслонасос, теперь переменной производительности на два режима работы. В отличие от предшественника, G4NL это довольно свежий двигатель, с статистикой неисправностей, по которому пока банально не собрано. Что касается коробок передач, то как шестиступенчатые автоматы, так и шестиступенчатый же механический КПП на этих машинах, благодаря небольшой мощности и крутящему моменту двигателей, вполне неплохо себя чувствуют, в том числе и к большим пробегам, таким как 250-300 тысяч километров. Замена масла в автоматической коробке передач рекомендована раз в 60 тысяч километров пробега. Ну а перед тем, как посмотреть на крету второй генерации снизу на подъемнике, давайте разберемся с дорожным просветом. Его каталожное значение для этого кроссовера 190 миллиметров. Вооружимся рулеткой и проверим, так ли это. И на самом деле под защитой моторного отсека здесь на 2 сантиметра меньше, всего 17. Край бампера находится на расстоянии 22 сантиметра от асфальта, а резиновый брызговик под ним в 15. Расстояние до отбортовки порога за передним колесом составляет 23 сантиметра. Низшая точка в задней части защита под топливным баком. До нее от асфальта 19 сантиметров. А задний брызговик находится на расстоянии 26 сантиметров от асфальта, как и банка глушителя. Подвешено здесь поперек. В целом для городского кроссовера клиренса здесь достаточно. Что касается конструкции ходовой части, то Hyundai Creta в данном случае абсолютно типовой представитель своего вида. Никаких особых новшеств здесь мы не наблюдаем. Передняя подвеска типа Macpherson, разве что теперь шаровые опоры в рычаги уже больше нефт прикручиваются при помощи болтов, а запрессовываются и по логике производителя, меняются только вместе с рычагом. Стабилизатор поперечной устойчивости размещен на подрамнике и доступ к его креплениям для замены втулок довольно-таки посредственный. Рулевая рейка здесь электрическая, а это значит, что у Creta 2-й генерации очень легкий руль, удобный при парковке, и не будет проблем ни с насосом усилителя руля, ни с его гидравлическими магистралями в связи с их отсутствием. В плане антикоррозийной обработки данный автомобиль был, по всей видимости, обработан дополнительно, судя по следам антикора на теплозащитных кожухах, но в целом, судя по всему, с завода эти машины выходят с нанесенным слоем защиты в районе порогов и частично силовых элементов кузова в лонжеронах. В задней части автомобиля мы наблюдаем защиту топливного бака, она металлическая и, конечно, несет на себе следы коррозии, поскольку подобные вещи не обрабатываются, кроме краски, как правило, ничем. Топливный бак имеет объем 50 литров, и он полностью из пластика, гнить не будет. Ну а задняя подвеска по конструкции между передней и полноприводными автомобилями различается на переднеприводных машинах, как в нашем случае используется самая обычная балка, простейшая схема, которая является фактически синонимом слова. Надежность до пробега тысяч в триста здесь можно менять разве что амортизаторы, но и, возможно, пружины. Кстати, они стоят отдельно друг от друга. Тормоза у этого автомобиля вкруг дисковые, и стояночный тормоз активируется при помощи рабочих тормозов. Хорошая схема, позволяющая вам не приморозить ручник зимой. Достаточно будет после мойки несколько раз интенсивно притормозить и прогреть тормозные диски. На этом наш обзор подходит к концу. Вот таким мы увидели сегодня автомобиль Hyundai Creta второго поколения. Напоминаем, у нас на подъемнике была машина 21 года выпуска с мотором 1.6, автоматом, передним приводом и пробегом в 31 тысячу километров. Если у вас была или есть подобная машина, на которой вы накатали, достаточно и вам есть в чем нас дополнить и в чем поправить, пишите все это в комментариях. Ну, а если заинтересовал конкретный экземпляр, который сегодня был на нашем подъемнике, есть шанс, что к моменту публикации видео машина все еще будет находиться в продаже в автосалоне RDM Import в городе Новосибирске. Все интересующую вас дополнительную информацию по автомобилю, включая актуальную стоимость, уточняйте по телефону. Он указан в описании, на нем есть WhatsApp, поэтому пишите, звоните, не стесняйтесь задавать вопросы. Если обзор оказался полезен и понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и не забывайте указывать, какие машины вы хотели бы видеть на нашем подъемнике в будущем. Ну, а мы, в свою очередь, постараемся их для вас добыть и отснять. На этом я с вами прощаюсь. Спасибо за просмотр, хорошего дня и до новых встреч на канале. Пока!